Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Разминировано. Саперы завершили зачистку территории вокруг складов в Калиновке. Что дальше? Стрелочник Свободен. Воспитательницу сгоревшего лагеря Виктория выпустили из-под стражи. Будут ли новые аресты? Новый тренд терроризма. Кто наполняет ядом продукты в супермаркетах Германии? Осторожно, Штаты закрываются. Америка строит стену Трампа и урезает квоты по мигрантам. Как это коснется украинцев? Жители Калиновки и окрестных сел могут возвращаться домой. Саперы завершили зачистку территории, с которой эвакуировали людей. Напомню, вчера из зоны бедствия эвакуировали около 30 тысяч человек. Несмотря на все усилия, пожар на военных складах все еще не потушен. В Винницкой области находится мой коллега Станислав Кухарчук. Он с нами на прямой связи. Стас, добрый вечер. Как продвигается расследование? Уже есть какие-то версии относительно виновных в этой трагедии? Да, добрый вечер, Наташа. Я полагаю, что следует начать с заявления президента Украины о том, что наши военные должны научиться защищать от диверсионных групп, военные объекты, а тем более уж арсеналы с боеприпасами. Об этом Петр Порошенко заявил вчера поздно вечером на заседании военного кабинета Совбеза. Далее прошу, прямая речь. Я отдал наказ, чтобы додатково до подразделей ВОХРА, позаведомчей охороны, мы посилили оборону стратегических объектов и охорону и оборону силами Збройных сил. И если для этого будет необходимое финансирование, то мы дальше боремся с этими политиками не можем. Ну вот и под предварительным данным ущерб государства в результате пожара на складе в Калиновке оценивают 800 миллионов долларов. Такое заявление, такую сумму вчера обнародовали на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности. А вот сегодня уже сам секретарь СНБО выступил с весьма неоднозначным заявлением. Стоит напомнить, что пожар в Калиновке стал уже четвертым за последние два года подобным пожаром на артиллерийских складах. И до сих пор ни обстоятельства, ни причины этих пожаров до конца не расследованы. В то же время глава генштаба Виктор Муженков халатность своих подчиненных не верит. Об этом он написал на своей страничке в фейсбук. И далее прошу его цитата. Для тех, кто еще не понял, обвинить меня, моих подчиненных, в бездеятельности не удастся. Назначить крайних не получится. Тем временем вооруженные силы Украины с каждым днем закаляются и становятся все мощнее. Только единство и стабильность в государстве приведет к победе над врагом. Военные настаивают, что это хорошо спланированная диверсия. По их мнению, на артсклад в Калиновке была осуществлена атака боевого беспилотника. Вот что и привело к масштабному пожару. Но похоже, борьба с огнем в Калиновке плавно перерастает в войну в ведомств. По крайней мере, сегодняшнее заявление главного военного прокурора Анатолия Матеса больше походит на контратаку. Диверсийный группа, про которую говорить Фейсбук или другие, следствия с изучением материалов службы безопасности и других правоохранительных органов, на территории Вильнюсской области установлено не было и данных про это немало. Это неналежное сохранение, которое обеспечивалось техническими возможностями в 1987 году выпуска. Это неналежное выполнение обоисковой охраны. Или это фактически диверсия, которая была действована сторонними или человеками, которые имели доступ к территории складывания. Вот пока же главы ведомства увлечены словесными баталиями, нам все же удалось отыскать очевидцев этой катастрофы. Это было не так уж и сложно. Большинство жителей Павловки за несколько минут до пожара отчетливо слышали в небе гул летательного аппарата. А многие уверяют, что даже видели, как все происходило. «Недленько самолет прогул, и туда, и только над лесом, один взрыв невеликий, пошло пламя. И он развернулся, второй круг, начали сирены заработать, зенитки стрелять. И потом он это круг делает, я дал, такой гриб, как огонь, и всего-таки, мы еще стоим, и уже после этого гриба начали лететь сюда, ферверк, как ферверк снаряды». Вот по информации военных, снаряды на складах будут взрываться еще дня 3-4, но опасности для мирных жителей они уже не представляют. А то, что база якобы была перегружена, неправда. Так считает начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов. Он также рассказал, что огонь уничтожил снаряды, которые находились на открытых площадках, а те, что сохранялись под землей и под навесами, они не пострадали и в полном порядке. Пока это вся информация на эту минуту. Наталья. Спасибо тебе, Стас. Станислав Кухарчук отслеживает ситуацию в Калиновке, в Винницкой области. Стоит добавить, что по словам главного военного прокурора Анатолия Матиаса, ситуация с пожарной безопасностью на складах боеприпасов в Украине плачевная. В Калиновке людей не хватало, сигнализация не работала противопожарными средствами. Охрана была обеспечена лишь наполовину, а в другой части буквально вчера задержали двух пьяных охранников этого склада в абсолютно невменяемом состоянии. Два старших офицера, которые перебывали в стане полного алкогольного спинения, они охраняли и забезпечили охрану складов, на которых сберегаются реактивные пострелы до ракет дальней ДИИ.У. Они были в стороне службы, в складе админпротоколей. Матиас также отметил, что в этом году правительство выделило 25 миллионов гривен на противопожарную охрану складов в Калиновке. И теперь же миллионы пойдут на восстановление полностью разрушенных домов мирных жителей. Винницкий губернатор заявил о том, что шесть таких домов отстроят заново за счет государства. Он отметил, что режим чрезвычайной ситуации пока не отменен. Хотя, как говорят наши корреспонденты, люди все равно уже возвращаются домой. Еще вчера здесь было пусто, а по улицам бегали брошенные домашние животные. Но сегодня село оживает. Практически все дома разрушены либо взрывной волной, либо от попадания снарядов. Родителям Александра Ковальчука возвращаться уже некуда. Дом полностью сгорел. Официально жителям эвакуированих населенных пунктов разрешили возвращаться после трех часов дня. Сегодня уже мобилизована порядка более 150 людей, которые работают на разминувании. Больше того, мы уже подготовили все, что нужно для восстановления. То есть, фактически, только все зависит от физических обсяг, которые мы можем пораховать, восстановления. Но деньги есть, люди есть, все есть для того, чтобы заходить и восстановить нормальное житие в тих помещениях, которые были уничтожены. Но большинство начали приезжать еще утром. Кто-то спешит накормить животных, а кто-то сразу начинает ремонт. Браться за домашние дела Николай Шуменский не спешит. На огороде мужчина обнаружил неприятный сюрприз. Ракеты для градов и ураганов. Вон хлопцы раскопают. Вон хлопцы раскопают. Киротерник. Застрявший. В парканике? Да, он на меже между сусидами. Едут в Павловку и волонтеры из всех областей. Везут теплые вещи, одеяло и еду. Почти все дома без окона, ведь температура даже днем не превышает 13 градусов. Сейчас холодно, похолодало. Людям без переночевать, где-то будет. И харчи. Это не на долго. Вся область, вся Украина помогает людям. На подходе и помощь со строительными материалами, говорит сельский голова. Вечером обещают привезти около 600 листов шифера. На компенсации пострадавшим Кабмин выделил 100 миллионов гривен. То есть люди сами купляют, замовляют векна, или векна, или скло, или склопакеты, или двери. Ну, зависит от того, что пострадало. А государство будет компенсировать им с этого фонда, который выделил. Со 2 октября в пострадавших селах должен начаться учебный процесс, сообщили в обл. администрации. Но вот куда идти детям в Павловке? Большой вопрос. В здании школы нет окон, частично обрушился и потолок. Тем временем спасатели продолжают бороться с огнем. Активно задействуют пожарную авиацию. Станислав Кухарчук, Сергей Музыка. Подробности, телеканал Интер, Винницкая область. Движение автомобилей и железнодорожного транспорта в Винницкой области восстановлено. По информации ГОСЧС, закрытым остается только воздушное пространство над Калиновкой в радиусе 12 километров от этого города. Взрывы на складах боесприпасов не повлияют на экспорт оружия из Украины. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о том, что несмотря ни на что Киев не собирается уходить с этого рынка. При этом он отметил, что страна соблюдает все международные нормы и обязательства. Оклады военнослужащим планируют поднять уже с 1 января следующего года, анонсировал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян. По его словам, они увеличатся в 4,5 раза, но при этом сократят надбавки. По словам Слободяна, это упростит систему начислений. Новая схема выплат, как утверждают в ведомстве, будет привязана к прожиточному минимуму. То есть вместе с повышением соцстандартов будет расти и оклад. На 25% выросло количество обстрелов на Донбассе по сравнению с минувшей неделей. Это данные ОБСЕ. Миссия также зафиксировала у луганских боевиков готовое к бою запрещенное вооружение. Сегодня с начала суток украинские бойцы попадали под вражеский огонь уже 4 раза и дважды стреляли в ответ. С передовой подробнее Ирина Баглай. С того дота работал снайпер, такой как 12,7. Перед этим работал ДШК в нашу сторону. Ну, тут летит практически каждый вечер. Только стемнел и начинается веселуха. Вчера вечером боевики снова с этой огневой позиции вели прицельный огонь по пехотинцам. Пулеметы. Потом делали РПГ или СПГ. Выдали им отдачу трохи за СПГ и притыхло. Задалбывали нас, задалбывали. Пришлось уже там, когда стало неприятно, пришлось уже ответить. Ответили адекватно, как требуется. Но мы, правда, пять раз выстрелили и у них ДОД сгорел все. Сегодня такой же обстрел боевики начали вести днем. Вот такой стрельбой из пулемета. Сейчас боевики провоцируют наших военных. И под этот шум может работать и снайпер. Доходим до наблюдательного поста. И там командиру подтверждают. Огонь засекли со стороны захваченного боевиками села Жабуньки. Когда мы шли, вот эта стрельба, это был снайпер. Постреливают чуть-чуть. Нормально. Это что? Вот это. Это где-то там с фермы. Откуда-то оттуда стреляют. А это нормально, это в порядке вещей. Среди бела дня? Да. Прострелы идут ежедневно. Жабуньки села напротив Песок. Наемники уже давно превратили в укрепрайон. В домах и гаражах крупнокалиберное оружие. В здании хватает, в подвале тоже. Выносят, отстрелялся и назад. А вот тяжелое вооружение, в том числе и танки, ближе к захваченному Донецку. Катается тут постоянно, его слышно. А танк слышно только на 6 километров не глубже. Ну вот тут шахтный двор какой-то. Вот от него до террикона. От террикона до него. Они бьют из глубины, но слышно, как павдейки лупашат. Во время последнего такого обстрела и получил ранение боец на рубежах под Ясиноватой. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. В Запорожской области во время военных учений погиб гражданский. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает пресс-центр оперативного командования «Восток». И больше никаких подробностей. Не комментирует это ЧП и в военной прокуратуре Запорожского гарнизона. А вот на одном из местных сайтов написали о том, что инцидент произошел в селе Федоровка. Погибший якобы был охотником из соседней Донецкой области. И в преступлении подозревают военных. В пресс-службе командования «Восток» лишь ответили, что виновные будут найдены и наказаны. И буквально только что стало известно о том, что на Донбассе погибли двое пограничников. Об этом сообщила Госпогранслужба на своей странице в Фейсбуке. Военнослужащие подорвались в районе станицы Луганской. Апелляционный суд Одесской области освободил из-под стражи воспитательницу детского лагеря «Виктория». Напомню, 15 сентября во время пожара там погибли трое детей. Тогда прокуратура обвинила воспитательницу Наталью Янчик. Почему передумали, выяснял Кирилл Ющишин. С самого утра перед зданием апелляционного суда пикет поддержать Наталью пришли односельчане и родные. Спихнули на бедную дитину. Вы не руководство. Они видели, сколько там недолеков, а заселили детей. Не имели права ей давать такие обязанности, которые ей дали. Чтобы по пожарной безопасности педагог не имели права ей давать подписывать вообще. Просить, показать, что это формально. Наталью Янчик задержали по подозрению в служебной халатности. Согласно внутренним документам лагеря, именно она, обычный воспитатель, должна была следить за соблюдением правил пожарной безопасности. Поэтому, по мнению следователей прокуратуры, Наталья может быть виновна в смерти детей. Защита так не считает. Нормативные требования не позволяют признать будь-яких третьих осіб, кроме руководителя объекта, на период проведения работ с капитального ремонта, реконструкции. В документах Янчик действительно числится как ответственная. Подписать их, по словам Натальи, попросил директор лагеря. Дескать, это сущая формальность. Но после того, как пожарные пришли с проверкой и оштрафовали Наталью, у нее возник конфликт с руководством. И воспитатель написала заявление об уходе. Было это еще 8 августа. Я на момент данной пригодии там не работала. Хотела бы простить вас и простить меня. Ранее прокуратура требовала для Натальи 2 месяца ареста. Но сегодня позиция кардинально изменилась. Берусь к увагу ряд обстановленных следствием додатково. Вважаю, что в основном состоянии можно брать запобежный заход. Заход не связан с нормальным подвозом. После небольшого технического перерыва суд отпустил Наталью Янчик на поруки прямо в зале заседаний. Застосоваться для подозрения Янчик Натальи Владимировна запобежный заход выглядит особо в руки народным депутатам Украины. С сегодняшнего дня за Наталью отвечают двое нардепов Мустафа Наем и Григорий Шверк. Прокурор должен понести ответственность на наказание за то, что они сделали. Потому что очевидно понятно, что было незаконное удержание. Я надеюсь, что мы услышим именно реальных виновных. Сразу после освобождения из-под стражи Наталью встретил ее жених. Из-за этой истории паре пришлось отложить свадьбу. Говорят, теперь начнут подготовку с чистого листа. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер Одесса. О пожарной безопасности вспоминают, как правило, только после трагедии. Вот и сейчас в регионах начались проверки. Во Львове, например, сегодня пришли с инспекцией и в дом престарелых, и в детский интернат, и в роддом. Что обнаружили, знает Галина Якушко. Я убегаю, прошу идти. Давайте. Во Львовском областном гириатрическом пансионате нарушения нашли сразу же. Нет пожарной сигнализации, аварийного освещения, а чердачные перекрытия не пропитаны огнезащитной смесью. Видите, с обычным картонным попаром, которые вообще заборонены, вымокачи, умотания. Здесь постоянно живут около трех с половиной сотен больных. Больше шестидесяти не могут самостоятельно двигаться и ходить. Иноридов поместили на четвертом этаже. За ними присматривают только шестеро работников. В случае пожара вряд ли успеют эвакуировать всех. Руководство пансионата обещает, пациентов в течение месяца переселят на нижние этажи. Когда устранят остальные нарушения, сказать не могут. На противопожарную безопасность в этом году выделили всего 20 тысяч гривен. В этом центре на улице Таджицкая живут дети дошкольного возраста, лишенные родительской заботы. Часть из них тяжело больны. Инструкции, как действовать в случае пожара, дети выучили. Один, нуль, один. Тебе падать на землю, на подлогу, лягать и чем-то накрывать. И выходить. И выходить. Но проверяющие сразу находят серьезные нарушения, хотя воспитатели перед приездом комиссии спрятали все микроволновки и чайники. Пожарные сигнализации нет, системы оповещения людей про пожару нет. Внутренний противопожарный водопровод также тут несправный. Пожарные говорят, проверки проводят регулярно и даже штрафуют нарушитель, но это не помогает. Обменное стягнение. На жаль, это стягнение не позволяет вплинуть на стан пожарной безопасности, поскольку оно и достаточно маленькое. В общем, оно сягается 170 гривен. В безопасности, в отличие от инвалидов и детей в интернате, могут чувствовать себя роженицы в роддоме номер один на улице Мечниково. Здесь недавно проводили ремонт, недостатки устранили и сегодня никаких нарушений проверяющие уже не выявили. Глины Кушко, Юрий Голубенко, подробности, Телекнал Интер, Львов. Экспертиза не нашла признаков сепаратизма и прямых призывов к войне в заявлениях Януковича и в его письме к Путину. Такое заявление во время рассмотрения дела о госизмене. Янукович сделал судья Аболонского райсуда столицы Владислав Девятка. Он отметил, что высказывания Януковича могли привести к нарушению суверенитета Украины и целостности ее границ. В то же время адвокат подсудимого продолжает настаивать на том, что суд приступил к изучению доказательств незаконно, так как защитник якобы не успел ознакомиться с материалами этого дела. Прокуроры усматривают в этом банальное затягивание судебного процесса. Следующее заседание запланировали на 5 октября. Если бы мне давал час суд подготовиться в належном чине, сейчас бы я подал вопрос о высказке этих экспертов. Мне было бы подано вопрос о недопустимой доходе. Однако суд избавил меня такой возможности, поэтому я считаю сильным исследовать сейчас материалы. Обыски в Минсоцполитике были изъяты документы в кабинетах госсекретаря ведомства Виктора Иванкевича и двух его замов. Известно, что один из сотрудников отказался открывать сейф, поэтому пришлось вскрывать его автогеном. По предварительной информации, искали документы по гуманитарным грузам в зону АТО. В СБУ и НАБУ свою причастность к этим обыскам отрицают, а вот в самом министерстве предполагают, что к ним нагрянули сотрудники генеральной прокуратуры. 12 классов и преподавание на украинском языке. Новый закон об образовании вступил в силу. Самый резонанс на его статье педагогам сегодня разъяснял президент. Пункт о языке, по его словам, полностью соответствует европейским практикам, но чтобы избежать недопонимания со стороны партнеров из ЕС, закон отправили в Совет Европы и Венецианскую комиссию. Если будут замечания, их учтут в новой редакции документа, пообещал Петр Порошенко. И добавил, что усилить роль украинского языка в образовании просто необходимо. Про что тут дискутировать? Людина, которая закинчивает украинскую школу, должна уметь говорить украинской мовой. И, конечно, у меня прохание и до вас, дорогие и шановные вчители, чтобы престиж мовы вы подвищали не только на уроках, но и в общении с детьми на перерывах, в виховном процессе, и чтобы дети видели, что украинская мова для вас – это не сухая норма закону, а живый засыпь повседневного спелкувания. В поддержку нового закона выступили общественные активисты в Черновцах. Шествиями по улицам решили не ограничиваться, отправились прямиком к румынскому консульству. Чего требовали, узнаем от Ольги Поломарюк. Такого количества пикетирующих сотрудники консульства Румынии в Черновцах, пожалуй, еще не видели. Общественники и военнослужащие пришли поддержать закон об образовании, ведь румынские чиновники назвали его неконституционным и ущемляющим права нацменьшинств. Украина – это наша страна. Румын может говорить дома по-румунски. Я за Украину. Вот у меня товарищ, он по-румунски скажет так же. Не хочу я просто. Я просто хочу, чтобы у нас была одна единственная страна. Своё требование – не вмешиваться во внутреннюю политику Украины и не расшатывать ситуацию активисты передают в консульство. Документ регистрируют и отдают обратно. Общественники возмущены заявлениями румынских чиновников. У нас больше 80 школ с румынской мовой навчением. В Румынии ни одна школа нет. Таких, кто утискает. У нас румынские программы телевидения. У нас газетка по румынскому выходу на румынскую мову. Но пока одни митингуют, другие уже готовятся к нововведениям. Остриская школа румыноязычная. Все предметы здесь преподают на румынском языке. Неудивительно, что менять учебные планы, наработанные годами, хотят далеко не все учителя. Некоторые уже и жалобы успели написать. Директор обещает ситуацию исправить. Конечно, есть много меркований, много стурбованности среди ученых, родителей, ученых. Конечно, что где-то больше идет общение и дома, и так далее, родной мовой, поэтому сложнее им знать украинскую мову. Еще и РИК до вступа в ДИЮ полностью, закону про освещение. Потом еще 4 лет в початковых классах. Я думаю, что до того часа учители будут готовы. Ольга Паломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновцы. Реформа это только завеса, которая отвлекает внимание украинцев от кризиса в стране. Об этом заявил лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. В Одесской области нардеп встречался с аграриями. По словам Бойко, правительство должно было отчитаться за проделанную в этом году работу, но похвастаться нечем. И чтобы уйти от ответственности, затеяли медицинскую, пенсионную и образовательную реформы. Бойко называет их антинародными. Относительно закона об образовании, то Апоблок уже начал собирать подписи нардепов под обращением в Конституционный суд об его отмене. Что значит 12-летнее образование, когда ребенок выйдет со школы в 19 лет? Ему уже надо определяться в жизни и жениться. Они придумали 12-летнее образование. Второе, это вот та ситуация, которая произошла с региональными языками. То есть у нас сегодня реально проблема людей, которые привыкли говорить на своем языке, к которому они привыкли, их лишает возможности выбора. Власть не только ущемляет языковые права украинцев, но и занимается политическими преследованиями, заявляют в оппозиционном блоке. Политсила положительно оценивает решение апелляционного суда по Александру Лавриновичу, но не забывает о делах Ефремова и Гужевы. В своем заявлении ОПО-блок также требует найти и наказать убийц Павла Шеремета и Олега Бузины. Силовики должны прекратить фабриковать дела против оппозиционеров и выполнять свои основные обязанности – бороться с преступностью, говорится в заявлении этой политической силы. Медреформа лишит украинцев права на бесплатное лечение, которое гарантировано Конституцией. Об этом в Полтавской области заявил нардеп Сергей Каплин. В селе Погребы он открыл новую амбулаторию семейной медицины. И подобные медучреждения можно создавать повсеместно на сэкономленные бюджетные деньги. В этом убежден Каплин. А делать это нужно системно по всей стране. Сегодня мы обратимся к Верховной Раде Украины в первый день принятия решения про так званую медичную реформу с требованием ни в каком разе не порушивать основный закон нашей страны. Для этого нужно три вещи. Первое – провести очень ретельный аудит, что мы имеем на сегодняшний день в системе охраны здоровья. Второе – принять новую доктрину развития украинской системы медицины, украинской охраны здоровья. Ну и третье – провести все необходимые оптимизации. Вагоны с российскими сельхозудобрениями по-прежнему идут в Украину. Хотя на прошлой неделе ввоз этой продукции российскими компаниями, которые торгуют с ДНР и ЛНР, был запрещен. С серыми схемами торговли требует разобраться и народные депутаты, и журналисты. Об очень странной цепочке запрещенного бизнеса наш следующий материал. Этих вагонов на 632 миллиона долларов сельхозудобрений, карбамид и аммиачная селитра, было ввезено в Украину только в этом году. Из России ввезено на 40% больше, чем в прошлом году. Европа и все цивилизованные страны вводили торговый эмбарго против агрессора. А мы? Украина без оглядки торговала с российским Еврахимом. Абсолютно легально сотни миллионов долларов из украинского бюджета ушли новомосковскому, невынномыскому и куйбышевскому азотом и их владельцу, российскому миллиардеру Андрею Мельниченко. Именно он и приобрел себе на наши деньги вот эту яхту «Белая жемчужина». Кстати, самая длинная яхта в мире. А сколько ушло в бюджет РФ? Тем временем украинские предприятия, которые могли бы полностью обеспечить нужды наших аграриев, простаивают. А кто-то набивает карманы взятками на теневых схемах. Но проблема не только в этом. Каждый вагон удобрения сопровождается какой-то подачкой. Они поставляют сюда удобрения. Налоги платят там, значит, идут налоги на ту же армию. Это как? С моральной точки зрения. Мы говорим об импортозамещении, а заводы стоят. Если на карте Украины исчезнут заводы по производству минеральных удобрений, цена импортных удобрений вырастет как минимум в два раза. Основной поставщик удобрений в Украину Еврахим давно сотрудничает и с Российским министерством обороны. В Украину поставляют мешки с карбамидом. На российские заводы – селитру для патронов. Солдатам российской армии. Более того, как выяснили в военной прокуратуре Украины, Еврахим активно поставляет удобрения в ДНР и ЛНР. Наконец-то в мае этого года нардепы Украины поставили шлагбаум. Ввели пошлины на российские удобрения. Но если не мытьем, то катанием Еврахим пытается вернуться на наш рынок. Ключевый канал мы перекрыли. 20 еще раз, напоминаю, компания, аффилированных с российским Еврахимом, который уже доведен, поставил свои миндобрива на территорию невызнанных ЛНР и ДНР. Теперь наше заведение – отработать другие маршруты, потому что голь на выдумке хитрая. Я такие российские преследования. Вот эта голь и работает в Украине в виде дочернего предприятия российского Еврахима – Еврахим Украина. Как видно на сайте компании, россияне активно продают в Украине калийные, азотные и фосфорные удобрения. По данным специалистов, большая часть этих грузов – российские. Вот только идут они теперь через Беларусь. Там на мешках попросту перебивают бирки. Затем вагоны заезжают в Украину, несмотря на все запреты и санкции. Сегодня я обратился к первому премьер-министру Украины, который глава этой комиссии, Степана Кубева. Переговорил сегодня с Держсекретарем Минэкономрозвитка и попросил провести негайное очередное заседание этой комиссии, чтобы рассмотреть этот аспект. Чи под выглядом белорусских компаний до нас не заходит доброго с походжением Российской Федерации. Я требую, или прошу, можно корректнее будет так сказать, инициировать решение про порушение и проведение антидемпингового расследования о импорте в Украине зубных добрых походжений Российской Федерации, которые импортируются в Украину транзитом через Республику Беларусь. Кто и как наживается на серых схемах торговли и активно пытается пролоббировать отмену пошлин – это вопрос к правоохранительным органам. И ответ лежит неглубоко. Стоит только задаться целью его получить. А пока под угрозой не только тысячи рабочих мест украинцев, но и РНМ страны перед Западом, которые вряд ли примут лукавые объяснения, почему мы можем торговать с Россией, а они нет. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Украине нужен отдельный антикоррупционный суд. Об этом заявила посол США в Украине. Мария Иванович подчеркнула, что эта структура поможет отправлять за решетку коррупционеров, вину которых докажет Национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура. Напомню, что о необходимости создания антикоррупционного суда говорят также в МВФ и настаивает на этом также организация Transparency International. Чистого воздуха требуют жители Подольского района города Киева. Сейчас им приходится буквально сбегать из собственных домов, чтобы не дышать газами из канализации. Все это в результате ремонта главного городского коллектора. Коммунальщики убеждают, что работы они ведут круглосуточно. Вот только уже два года не могут их закончить. Почему, выясняла Любовь Кукла. Ребята, тут никакой Америки никто не открыл. Любовы на татарке, по Нижней Юрковской, всегда стоит вонь. И так уже два года. Люди жалуются от запаха канализации, их не спасают даже закрытые окна. Летом вонь была непереносимой из-за жары, а сейчас из-за ветра. Вот сейчас чувствуете, вот вы тоже стоите, сейчас чувствуете, идет оттуда, откуда-то запах идет оттуда. А если точнее, вот отсюда, с участка главного городского коллектора. Хотя аварийным его признали еще в 90-х, 15 лет назад. Денег на ремонт традиционно не хватало. Средства выделили только в 2015 году. С тех пор и начались страдания местных жителей. Люди говорят, устали оббивать пороги чиновников с просьбой ускорить ремонт. Почему работы так затянулись? Ведь коммунальщики божатся, трудятся не покладая рук. Ну конечно, каждый день работаем, с утра до ночи. В прошлый раз, когда мы были на стройплощадке месяц назад, рабочие нам жаловались, проблема в деньгах. Работы так стопорились из-за нехватки средств на материалы. Они на камеру признавались, расплачиваются неохотно. Только за последнее время со стройки уволились 20 человек. Пока нет денег, не будет никакой работы. Если платить деньги, работа закончится. Не платят кто? Я не знаю, кто не платит. Никто не платит. Зарплату на два месяца затримают и платят не те деньги, которые обещали. Но заказчик работы Киевводоканал никаких проблем не видит. И в который раз продолжают уверять. Терпите, дышать ядовитыми газами осталось недолго. До конца жовтня закончатся основные работы на 2-й лице ГКК. То есть, в принципе, запах минимизуется. И до конца года завершат все необходимые технологические переключения, для того, чтобы полностью вывезти из работы делянку аварийного действующего коллектора. Проще говоря, ядовитый запах на татарке и подоле полностью исчезнет только после новогодних праздников. Хотя раньше коммунальщики уверяли, воздух будет чистым уже в начале осени. Почему Водоканал так долго кормит обещаниями? Почему были проблемы с финансированием работ? И платили ли вовремя подрядчику? С этими вопросами мы обратились в столичную прокуратуру. Но ответа пока не получили. Любовь Кукла и Владимир Самченко. Подробности. Телеканал Интер. В Германии напуганы пищевым террористом. Кто и зачем отравляет еду в супермаркетах, включая детское питание, расскажет Татьяна Лагунова. На вид около 50 лет. Телосложение спортивное носит очки. Полиция Германии разыскивает мужчину, который угрожает добавить яд в продукты, в том числе и в детские смеси. Если крупные супермаркеты страны не заплатят ему откупные 10 миллионов евро. Мы имеем дело с жестоким преступником, который допускает, что здоровью людей будет нанесен большой вред, вплоть до летального исхода. Письмо с угрозами шантажист направил руководству крупных торговых сетей Германии. И чтобы доказать, что он не блефует, сообщил, где и какие продукты уже отравил. Полиция проверила детские смеси в одном из супермаркетов на юге Германии. И действительно обнаружила в них этиленгликоль. Это вещество смертельно опасно для человеческого организма. Он дал понять, что не намерен ограничиваться каким-то регионом, а будет действовать на территории всей Германии и соседних европейских государств. Полиция просит людей не паниковать, но быть крайне внимательными и тщательно проверять все купленные в супермаркетах продукты питания. И если фабричная упаковка вдруг повреждена, сразу же звонить в полицию. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникейенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Спасти референдум. Власти Каталонии просят Евросоюз заставить испанское правительство разрешить голосование. Обращаются ко всем институциям ЕС, как к носителям демократических ценностей, с просьбой защитить гражданские права в Испании. Скандальный референдум в Каталонии запланировали на это воскресенье. В последние дни в регионе не утихают акции протеста с призывом разрешить референдум, в то время как Мадрид делает все возможное, чтобы не допустить волеизъявления. Больше о ситуации непосредственно с места событий вы сможете узнать завтра в выпуске подробности недели. Кого основатель плейбоя лишил наследства? Почему Тому Крузу пришлось защищать собственный тыл? И сколько стоит самый прозрачный бриллиант в мире? Об этом и не только в нашем обзоре. Умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер. Ему исполнился 91 год. Последние часы жизни шеф-редактор культового издания провел в Лос-Анджелесе в кругу семьи и друзей. Хефнер основал журнал 60 лет назад, но Playboy популярен до сих пор. Состояние Хефнера разделят дети, университет Южной Калифорнии и несколько благотворительных организаций. Жена издателя Кристал Харрис, младше Хефнера на 60 лет, останется ни с чем. Книгу о психическом здоровье Дональда Трампа выпустили в США. Над исследованием работали ведущие специалисты Ельского университета. Свою работу назвали «Опасный случай Дональда Трампа». Авторы сделали вывод, что президент безумен, а его стиль управления страной сказывается на психическом здоровье граждан. Сам Трамп уверен, что СМИ и соцсети сговорились и специально ведут кампанию против него. Том Круз опроверг все обвинения в том, что во время съемок фильма «Валькирия» он использовал накладные ягодицы. Поводом для насмешек в сети и создания дюжины мемов стали вот эти кадры. Поклонники Круза убеждены, эта часть тела их кумира не настоящая. Дошло до того, что Крузу пришлось публично объясняться. На одной из пресс-конференций актер поставил точку в истории о его пятой точке, заявив, что никогда не использовал накладные ягодицы на съемках. Ограненный бриллиант весом 163 карата выставили на торги в Гонконге. За него планируют выручить не менее 30 миллионов долларов. Глава азиатско-тихоокеанского подразделения аукционного дома «Кристис» Франсуа Кюрель признался, что никогда не видел такого камня. Бриллиант абсолютно прозрачный. Его нашли в прошлом году на шахте в Анголе. До обработки самородок весил в 4 раза больше. Над огранкой трудились ювелиры из Женевы. А в Лос-Анджелесе продают личную ситару участника легендарной Битлз Джорджа Харрисона. За инструмент хотят выручить от 50 до 100 тысяч долларов. Харрисон купил его в 1965 году специально для записи песни Битлз «Норвежский лес». Ситара – многострунный инструмент, на котором играют классическую индийскую музыку. Харрисон был большим поклонником такого звучания. На продажу раритет выставила близкая подруга жены музыканта. Это все новости на сегодня. Итоги недели завтра в этой студии подведет мой коллега Алексей Лихман. А я вернусь к вам в субботу. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова